Мне задают вопрос. Алексей, ты вроде в Бога веришь. Я говорю, да, я верю в Бога. Почему же ты тогда мстишь людям? Я говорю, я не вщу людям. Есть люди, которым я просто не верю, да? А есть люди, которые мне сказали, что они люди Слова, а потом меня, да и вас тоже обманули. Вот эти люди должны понять, что существует такая штука, как месть. Даже это не месяц, скорее всего, послание к тем людям, которые потом с этими какашками будут работать. Я могу говорить и в том числе матершинными словами, потому что это все для интернета, понимаете, да? Я бы сейчас много чего сказал. Так вот, что случилось-то? Человек меня кинул на 200 тысяч рублей. Кого он кинул? Он кинул человека больного в онкологии. Спасибо тебе, дорогой Евгений мой, Железнок. Мало того, он собирался вот в эту контору, за моей спиной, городская администрация, городская дума, или как это называется, собрание депутатов. Так вот, он шел от КПРФ и не прошел, естественно. Я сразу сказал, что может быть, ты не пройдешь. Теперь возникает другой вопрос. Кого мы сюда выбираем? Мы выбираем сюда больного человека. Больной человек, представляете, да? Он не попал сюда и сразу пошел в больничку нашу. Вот, психиатрическую. На старой магнитке, знаете, там такая больничка есть, психиатрическая. И стал там лечиться. Я говорю, вы кого выбираете в городское собрание? Вы выбираете дебилов, что ли? Больных людей? Эй, ребятки, прежде чем сюда отправить ваших депутатов, вы уж посмотрите, кто они такие. Если чистые дебилы, так зачем вы их себе берете? Я, конечно, все понимаю и я знаю, сирот. Но, простите, мои сироты возглавляют УВД и телевидение, работают для всех и руководят танцами. Но хотя я, по сути, не сирота. Но зачем сиротинушка наша пошла в психбольницу? По воле жены я не понимаю. Либо жена такая, либо сам дебил. Короче, отмазался он тем, что он больной. Так вот, ребята, с таким сиротинушкой вам лучше не общаться. А то он и вас швырнет. О, как! К слову, о выборах. Все бараны от депутатов, все! Мне помогли и только бывшие. Те, кто отвалил от такой деятельности. И председатель дал всего 8 рублей. Хотя я обращался ко всем, типа, депутатам. Типа, вы мне помогите. Типа, я вас пропиарю в год выборов. О чем мы сейчас говорим? О тех, кто делит наши деньги. И в этом году тоже. То есть, господа, я понял, что ходите вы на выборы или не ходите. Без разницы. Вас поимеют. В начале сюжета я говорил о сроках. Так вот, чувак меня швырнул на 200 тысяч. Я скажу честно, да? То есть, мы с ним оговаривали сумму, да? Грубо говоря, сумма была, ну, ориентировочно за 2 месяца по 100 тысяч, да? Я немножко все это дело сбавляю, ценим. Понимаете? И я ему так скажу, 200 тысяч мы разделим на 30. То есть, на сегодняшний момент, это четвертый сюжет противного Евгения Железнова, который, будучи больным человеком, решил стать депутатом городского собрания. То есть, еще два сюжета будет для него. Но вы не думайте, что он только один такой. Есть и другие люди, очень нехорошие. А вот о них дальнейшие сюжеты.